Здравствуйте! На парламентских слушаниях были рассмотрены вопросы о совершенствовании законодательства в сфере обеспечения безопасности граждан России и противодействия незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ. В своем выступлении директор Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов отметил, что сложившаяся в стране наркоситуация продолжает оставаться крайне тяжелой. По экспертным оценкам, число наркопотребителей превышает 2,5 миллиона человек. Эта цифра близка к критической. В последние годы в России на фоне сокращения общего числа ежегодно регистрируемых преступлений отчетливо проявилась тенденция значительного увеличения уровня преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Противодействуя распространению наркопреступности, в январе-марте 2012 года правоохранительные органы выявили и пресекли более 60 тысяч наркопреступлений. Основной угрозой для России по-прежнему является внешняя наркоагрессия. Сразу после программы новостей смотрите актуальное интервью про Дайрея Сирки, руководитель отдела противодействия наркомании и алкоголизма в Санкт-Петербургской епархии. На второй конференции с международным участием инфекции и инфекционный контроль в акушествии и гинекологии известные ученые и врачи-гинекологи обсудили наиболее актуальные проблемы в этой области, которые, по всей видимости, никогда не утратят свои знаменитияности. 70% рабочего времени российский акушер-гинеколог тратит на преодоление именно инфекционных проблем и, конечно, на самое главное – профилактику после родовых и перинатальных инфекционных заболеваний. Кроме этих ситуаций, на конференции обсудили еще одну тему современного акушерства – недоношенные дети. В декабре 2011 года вступил в силу приказ, регламентирующий выхаживание недоношенных детей с массой тела от 500 граммов. Это порождает проблему задержки ранней выписки или перевода на второй этап – главного метода профилактики внутрибольничных вспышек после родовых инфекций среди новорожденных. В РУДН начала свою работу школа студенческого актива. В рамках специальной программы студентов университета смогли посетить мастер-классы, направленные на развитие лидерских качеств и раскрытие творческих потенциалов учащихся. Подробности далее. В работе школы студенческого актива приняли участие члены органов студенческого самоуправления РУДН, среди которых представители студенческого совета, комитетов факультетов, институтов, общежитий и ассоциаций иностранных студентов. В подмосковном пансионате «Зеленый городок» учащиеся получили возможность принять участие в специальных тренингах и мастер-классах, направленных на разработку персональных социальных проектов для Российского университета «Дружба народов». Школу студенческого актива открывали проректор по работе со студентами Александр Гладуш, начальник управления по работе со студентами Александр Ермаков и руководитель сектора туризма и отдыха РУДН. Также программа школы включает в себя мастер-классы по ораторскому искусству, спортивные мероприятия, театральные постановки и тренинги на команды образования. Кроме того, в рамках конкурса социальных проектов «Школа актива» учащиеся РУДН с помощью приглашенных бизнес-тренеров смогли разработать и защитить свои идеи. По словам организаторов, проведение подобных мероприятий в Российском университете «Дружба народов» планируется два раза в год. Олег Барсуков, Артуш Степанян, Новости ТВ РУДН Шесть девушек из Мали, Нигель, Котсуары, Пацваны, Квиней, Анголы, Пароли, Статиту Мисс Асавсту 2012. Красоту конкурсанток оценили Олег Барсуков. Каждая из участниц должна была доказать зрителям и жюри, что именно она заслуживает звание Мисс Асавсту 2012. Девушки демонстрировали свою красоту, таланты, умение понравиться зрителям и завоевывать расположение публики. Визитка, таланты, показ вечерних нарядов – такой набор конкурсов был предложен красавицам. Несмотря на то, что все участницы не так давно приехали в Россию, многие из них еще только учатся на первом курсе, во время представления зрители были приятно удивлены, что девушки настолько хорошо владеют русским языком. Но на этом сюрпризы не закончились. На втором конкурсном этапе африканские красавицы закружились в ритмах зажигательных танцев. Асара из Нигерии была единственной, кто представил такое разнообразие талантов. Еще одна возможность очаровать жюри и зрителей представилась красавицам в конкурсе дефиле. Атмосфера в зале была наколена до предела. Ценители африканской красоты и культурой бурно поддерживали участниц даже в перерывах, когда девушки готовились за кулисами. Настал долгожданный момент. Дорогие наши участницы, прошу вас всех выйти на сцену. Жюри, вернувшись из совещательной комнаты, объявила результаты конкурса «Мисс Асавсту-2012». Титул вице-мисс достался представительнице из Нигерии Сари. Первый вице-мисс стала Даниэля Скотт-Дивуара. Обладательницей титула «Мисс Асавсту-2012» по единогласному решению жюри стала Карина Силва из Анголы. Я признательна всем, кто помогал мне, поддерживал на этом замечательном конкурсе. В первую очередь, моим друзьям из Анголы. Их поддержка помогла мне победить и поверить в то, что я смогу участвовать в этом конкурсе. Я благодарю всех. Надо отметить, что красоту ангольских девушек оценили на мировом уровне. В 2011 году девушка из Анголы стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». Олег Барсуков, Галина Куленкова, Салифа Маньян, Артуша Степанян. Новости ТВ РУДН. На этом у меня все. Я, Дениэчем, прощаюсь с вами. До свидания. Государство, если рассматривать его в комплексе, предлагает усилий мало. Если брать его разрозненно, какими-то министерствами, то, конечно, есть определенные усилия в этом направлении от ФСКР. Собственно говоря, несмотря на то, что это репрессивная организация, она должна разыгрывать преступников, наказывать их, то очень много внимания уделяют они и профилактике, и первичной, и вторичной, и третичной. Что, собственно говоря, очень сложно сегодня работать общественными организациями, религиозными, потому что действительно нет единого центра. Им, конечно, мог бы быть и государственный антинократический комитет, который является, по сути дела, только рекомендательным органом. Что непонятно совершенно. Либо ФСКР. Потому что различные министерства на эту роль претендовали, ну, предположим, в министерстве здравоохранения. Но, что касается здравоохранения, это только часть проблемы. Это такая же, как, допустим, министерство юстиции и какие-то исполнения наказания. То есть, вы знаете, не больше даже. Собственно говоря, нужен единый центр, который мог бы всех объединить. И тогда, ну, тогда будет результат, конечно, намного лучше, нежели мы сегодня слышим в выступлениях. Все зависит от сердца человека. И если сердце людей ожесточается, то они не видят, что это их дети. Они не видят, что они требуют помощи. И отсюда всяческим образом пинают их или презирают. И зачастую в основе этого лежит ведь гордость, что я не такой или не такая, как вот этот опустившийся человек. Что касается бедности или богатства, то среди наркозависимых ведь они представлены весь спектр социальных слоев населения. От сегодня. Если когда-то это была прерогатива, ну, может быть, бомонда какого-то, да, то сегодня люди и нищие, и очень богатые могут быть потребителем наркотиков. Если ребенок попал в сети наркомании еще малолетним, когда он недееспособный, то это, как правило, он не мог сказать нет окружению. И самая главная причина, ведь наркомафия, она пытается уловить людей, именно когда они не способны сказать нет. А это подростковый возраст. Вся проблема заключается в том, что родители в некотором смысле провоцируют своих детей на потребление наркотиков. Не в прямую, конечно, косвенно. Дело в том, что подросток это уже не ребенок, но еще не взрослый. И ему очень сложно, ему надо определиться, кто я, где я. Я уже и вроде бы хочу быть взрослым, но еще ребенок, да. Но родители зачастую этого не видят, они к своему ребенку относятся как к ребенку. И в результате, где подросток ищет поддержки на улице? Ну, среди своего окружения, среди подростков, если там находится взрослый, который относится к нему как к взрослому, соответственно, для него становится значимым лицом. И управлять этим, манипулировать сознанием этого ребенка или группу этих ребят очень легко. Вот так вот поступают дилеры. Церковь не осуждает человека никогда. Да. Церковь любит человека и спасает его. Церковь осуждает грех, как явление, но никак не человека. Потому что никто, во-первых, не гарантирует, что он не попадет в ту же самую яму, в которую попадали другие. В народе говорят, от сумы тюрьмы не зарекайся. И старается протянуть руку помощи. И наша задача, понимаете, ведь когда человек попадает в среду какую-то, которая заставляет его нравственно изменяться в худшую сторону. И вот когда попадают ребята. От 18 лет мы берем, у нас нет несовершеннолетних. И сегодня уже почти до 40. И мужчин, и женщин. И наша задача, мы в некотором смысле как листовраторы. Потому что есть психология такое понятие, как духовное и наличное я. То есть духовное это то, что я есть на самом деле, ну там глубоко. А наличное то, что я уже напитал себе со стороны. И иногда человек, он думает, что он такой на самом деле есть. Он уже себя не помнит тем мальчиком или девочкой, доброжелателем, допустим, там, ласковым, например. Вот это наносное. И наша задача, вот потихонечку, вот эту грязь всю убрать, где-то там красочку добавить, подкрасить где-то, что-то подреставрировать, ранку наложить какую-то. Шрамы, конечно, останутся. Но, тем не менее, помочь человеку увидеть себя такой, как он есть на самом деле. Есть в евангельском выражении вера от слышания. То есть, если не говорить, то и где веру-то обрести. Поэтому, если будут люди, которые говорят о своей практической деятельности, это может быть как бы некий диссонанс, вот, в ключе вот этих выступлений, там, ну, допустим, вот. Но, тем не менее, это живая практическая работа. И люди должны знать, что она есть. А если есть такая работа, у нас до 80% выход в ремиссию. Понимаете, это 8 человек из 10. И, соответственно, люди знают, где искать помощь. Они ищут контакты. И таким вот образом, ну, мы знакомимся друг с другом. Мы, собственно говоря, на этом поле уже знаем почти всех, кто занимается эффективно, кто неэффективно. Это деятельность, кто занимается ради бизнеса, а кто ради спасения других людей. И в результате, ну, и, конечно, взаимное общение обогащает. Ну, и, наверное, стучить все творят. Вот мы стучимся в двери государственных различных министерств. Но было время, когда нас просто не замечали. Я вот занимаюсь этой проблемой 19 лет. Ну, 20 даже, наверное. Да, 92-й год. И изначально никто не признавал нас всерьез. А потом потихонечку какой-то уровень, может, местный, потом. Ну, и так вплоть уже до государственного уровня. Теперь с этого считается, видите, заключительный соглашает. Но если бы мы не встречались, не рассказывали о своей работе, то этого, видимо, не произошло бы.